Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы рады видеть Дениса. Иван. Далее Иван Кокорин. Это он. Не менее замечательный актер, который сыграл месяца июля в нашей сказке. Вот так выглядит июля. Я обожаю этот месяц, потому что я родилась в июле. Иван, я люблю тебя. Иван, я люблю тебя, знай это. Я тоже. Просто знай это. Ты мой месяц. Обожаю. Обожаю. Иван, это, знаете, июль с человеческим лицом. Это будет прекрасная история. Родион. Посмотрите, какой прекрасный Родион Галиченко, который сыграл Майя. Ну, это женская такая, оценка такая, женская. Мне Иван больше нравится. Я, кажется, сказал тут слух. Про Родиону продолжай. Сбились, июля. Ну, в общем, он сыграл в прекрасном фильме «Август 8-го». Почему ты кашляешь? Все хорошо. Все хорошо. Иван, аплодируйте. Майя снайд. Аплодируйте Родиону. Прекрасно. И, наконец, Дима Гу-гу. Правильно? Здравствуйте, Дмитрий. Да. Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий. Очень важный для нас месяц, март, который, собственно, нам дарят подснежники. Ну, правильно. Юля с такими женскими оценками. Аплодисменты Дмитрия. Мы рады, Дмитрий. Ура. Вот такая замечательная мужская команда со мной, поэтому мне ничего не страшно, ребята. Прекрасно. Познакомьтесь с нас с капитаном. Представьте просто Юлю. Итак, знакомьтесь, коварная злодейка Мартина, которая вместе с советником Якобом замышляет переворот в новогоднем замке. И эту роль выполнила, исполнила Юлия Такшина, актриса театра и кино и просто красивая женщина. Боже мой, ура! Спасибо! Ура! Не зря пришли познакомиться с командой нас с нашей командой создателей. Про вас написано странное. Создатели. Команда создателей. Соответственно, команда создателей настоящего мира. Фэнтези для детей. Что означает эта надпись? Скажите мне, пожалуйста. Создатели. Создатели. Мы это придумали и воплотили. Это что? Эту историю. А, так вы работали над тем же самым фильмом 12 месяцев. Конечно. Только мы... Я медленно соображаю. По другую сторону камеры. Вот они пощадили меня. Понимаю. Вам аплодисменты. Знакомьтесь с командой Патрулз. Браво! Браво! Молодцы. Браво! Не надо ерничать. Андрей Сигель, прекрасный композитор. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Фильм «Фауст» Александра Сокурова. Музыку написал Андрей. Это тоже сказка, но для взрослых. Шикарный аплодисмент Андрею. Действительно. Дина Никонова. Это наш прокатчик, которая любит взрослых. Вот не зря провели прокатчик. И, конечно, это важно. Это создатели мира фэнтези. Конечно. Аплодисменты Дине. Любит взрослых, которые приводят детей в кинотеатры. А, это правда. Я это понимаю. Инна Безрукова. Исполнительный продюсер. Здравствуйте, Инна. Ура. Все знает, все помнит. Любит детей и всю нашу команду. Да, мы все любим детей. Да. Сказали, они и облизнулись. Мы все любим детей. Игорь Каленов. Здравствуйте, Игорь. Продюсер нашей сказки. Любит нас всех. И актеров в том числе. И поэтому эта сказка получилась. Игорь! 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 Сегодня какой-то корпоративчик, мне кажется. Да. Вот такая вечеринка. И представьте капитана, пожалуйста. Да, я представлю нашего капитана, режиссера и постановщика Дениса Леонского. И мы уверены, что под его руководством мы вас обыграем. Ура! Аплодисменты команде «Создатель». Аплодисменты команде «12 месяцев». Пожалуйста, простая динарная игра. Приготовились. Полетели. Нас ждет сначала простая динарная игра. Ну, как обычно. Каждый очко заработан участниками команды. Дорчатся в один рубль. Я жду игрового слава, капитана в команде. Прошу вас, Юлия. Прошу вас, Денис. Одну секунду. Одну секунду. Ну, опять, ну что такое, ну? Подснежники на помощь! Это психи какие. Юлия, идите сюда. Все. Юлия, Денис, идите сюда. Юля! Юля, давай! Так. Ну, где вы есть-то, я понять не могу. Идите сюда, Юля, вы сюда. Мы не можем расстаться. Кто нажмет на кнопку, тот молодец, собственно. У нас вот так. А когда же это? Когда я прочитаю вопрос. Это важно. С историей как у вас? У нас историческая сейчас игра будет. Это прекрасно, потому что у нас некая историческая даже сказка. Не то слово, да. Да, 12 месяцев, да. Итак, вопрос, который мы завалим людям на улицах. Нажимать посту, только задам вопрос. С кем советуется полководец? Ну, какой-то. Вы можете вообразить себе любого. С кем советуется полководец перед битвой? И первое, оказалось неожиданно. Неожиданно. Юля, я слышу вашу версию. Он, естественно, советуется со своим помощником. Так он, помощник полководца. Да, помощник полководца. Это известная военная должность. С советником-помощником полководца. Есть у нас какой-нибудь советник-помощник? Вот как-то вот так. Есть, нет? Нет, такого ответа не оказалось. Ну, в общем, понятно, что тот, с кем он советуется, он какой-то советник. Денис? С военно-начальником. Вы кого имеете в виду? Вот полководец... Полководец он зрит в корень. Нет, полководец это тот, который ведет войска вот непосредственно. Так я себе представляю. А он должен посоветоваться, на ваш взгляд... С теми, кто руководит непосредственно солдатами разными подразделениями. А, командирами. Вы это имеете в виду? Да. Штаб. Да, штаб. Он же штаб. Ну, наверное, командиры больших подразделений называется вот так. А я тоже, когда говорила про советников, я имела в виду командиров... Генералов. Я имела в виду генералов. Послушайте, нам, чтобы... Главное нам ввязаться. Юля... Конечно, продюсерам послужит. Юля, идите к мальчикам. Пойдемте. Продолжен разговор со знателем. Был вопрос. С кем советуется полководец перед битвой Андрей? Со штабом. Со штабом. Такая версия. Штаб есть на табло? Есть штаб. Штаба не оказалось. Сейчас очень тонкие какие-то штучки будут. Дина? Ну, вы знаете, некоторые же советуются своими животными. Может быть, с конем? Почему нет? Нет, с конем ходят по полю. Но он посоветуется, идем мы в бой или нет, дорогой мой друг. Ответь мне. Шутить изволите. Ну да ладно, есть такая шутка на табло. Нет, Торопром. После третьего я у соперников Инна. Слушайте, ну вот... Не смешная и серьезная игра. С кем советуется полководец перед битвой? У меня просто вот этот же вариант с конем, но я скажу с князем. Ой. Ой-ой-ой. Какой князь-то? Откуда взялся князь? Ну, князь полководец. Со священием. Ну, он сам полководец. Со священием. Ну, пусть будет князь. Со строгом, со строгом. Ну, понятно, что вообще в этом вопросе, конечно, есть засада. Но я понимаю, ну, какой-то князь. Князь есть. Третья промаха. Близ запросили команду 12 месяцев. Так мы быстро закончим, Дмитрий. Да. Вопрос помните? Да, помню. С солдатами, наверное. Ну, мы не знаем, советуется ли он на самом деле, но такой ответ может быть теоретически. Да, Родион. Ну, мы тут много вариантов перебирали. И мне почему-то кажется, что он мог советоваться со своей матерью. Помните фильмы «Трое» там? Мне нравится ход ваших мыслей. Да нет, 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 я понимаю. Иван, вы с нами? А для меня вопрос надо повторить. Пожалуйста. С кем советуется полководец перед битвой? Иван. С солдатами. Я хотел с солдатами, с родителями сказать «С тенью». Ну, что это? Юлия, Джулия, Анна Мцата. Тень. Понимаю. Понятно? Да, Иван. Мы расстаемся с вами ненадолго. Денис. Итак, дело в том, что я недавно женился. Денис, на самом деле можно не продолжать. Да. Уже аплодисменты. Все случилось. У него родился ребенок недавно. Это вообще хорошо. Это здорово. Ребенок оказался мальчиком. И перед этим я посоветовался с женой. О чем вы советовали с женой в этот момент? Мне интересно. Но правда, ребенок мальчик? Мальчик. Зовут? Доброн. Прекрасное имя. Прекрасное имя, Денис. Я считаю, что это... Прекрасное славянское имя. Это прекрасно. Редкое. Главное, редкое. Да, это правда. Вам аплодисменты, Денис. Мы многое узнали о вас. Ой, а у меня есть еще один рассказ про вас. Да. Знаете ли вы. На самом деле, год назад Денис принимал участие в съемках гигантского сериала на канале «Карусель», который назывался «Классная школа». Играл там учитель истории. Прелесть этой роли была в том, что учитель истории там, в этом сериале, он каждый раз приходил на урок в новом костюме. То Петра Первого, то какого-то римского военачальника. И, собственно, в этом заключались уроки истории. Да, Денис, я правильно рассказываю? Да, да, абсолютно правда. Денис, я слежу за вашим творчеством. Нет, это очень приятно. Вас это не пугает? Нет. Ну, хорошо. Юль, смотрите какая штука. А я могу свою версию тоже? Вы должны. То есть мы должны сначала узнать вашу версию, потом вы должны вспомнить версию участников команды, вы все это проанализируете, выберете лучшее, и лучшее мы будем искать на табло. Мы забыли вопрос. Я сейчас позволю себе его повторить. Конечно. С кем советуется полководец перед битвой? Он еще может посоветоваться с некими астрологами или предсказателями, мне кажется. Особенно, когда древние какие-то... Да, неплохо. Пока неплохо. Поэтому, если вы, ребят, не против, мне кажется, что с астрологами... А кто еще что говорит? Руководи нами. Подождите. Нет, у нас была версия с родителями, ну, с мамой. С матерью, с солдатами. С солдатами. Тень. С тенью. Одна. Я вот между тенью... Я бы так не настаивал все-таки. И с женой. С женой, да. Но мне кажется, что если речь идет о каких-то древних сражениях, то вполне себе очевидно, что принимали участие какие-то... Ну, какие-то предсказатели, да, вот такие... Другие силы, скажем так. В общем, людей, которые общаются с иными какими-то мирами, скажем так. Да, хорошо. Есть ли что-нибудь подобное у нас на табло? Да, есть. И 20 очков остается команде 12 месяцев. И счет становится 20-0. Да. Но на самом деле... На самом деле еще один ответ команды 12... Ну, что такое-то, а? Есть еще один ответ, который звучал в команде 12 месяцев. Просто он принес бы меньше очков. Шестая строка, откройте. С женой. Это версия Дениса, да, да, да. Ты понял? Забавно, что никто не предложил самый популярный ответ. Но, видимо, отвечая так, люди полагали, что полководец это тот, кто надвинул войска. И вот они здесь, в этой битве участвуют. Но, допустим, в этом государстве или в этой армии есть еще какой-то самый главный командующий. Поэтому полководец, который ведет полки, он должен советоваться... Верхняя строка. С главнокомандующим. Ну, так 18 человек... Это... Может быть, это не так, но так люди на улицах отвечали. На третьей строке. С кем советуется полководец перед Витой? И простой, не смешной ответ третьей строка. Ну, может быть, разумный. С другом. Так сказал 9 человек. И... А вот тут абсолютно разумный ответ. Почему никто об этом не вспомнил? Прежде чем двинуть войска, полководец должен посоветоваться четвертой строка с... Разведкой. Конечно, с разведчиком. Вот Денис догадался. 20-0. Нас ждет двойная игра. Приготовились. Полетели. Ну, а теперь двойная игра. То есть каждый очко заработает участниками. Команд будет прощаться в 2 рубля. Я жду игрового сала вторых участников команд. Прошу вас. Денис. Прошу вас, Андрей. Вам аплодисменты. Идите сюда. Ромашки нам в помощь. Вопрос, который мы задали людьми на улицах. Почему девушка не боится идти... Не боится. Идти ночью через парк. И... Что? Да. Денис. Я понимаю, что вы находитесь в эйфории. Но это дорогостоящая декорация. Теперь отвечайте. Почему не боится? Да. Потому что она работает полицейским. Конечно. А что же ей бояться? Пускай ее боятся. Конечно. Это правда. А она девушка полицейский. Есть такой ответ на Добла? К сожалению, не оказалась. Хотя, ну, казалось бы. Ваша версия, Андрей. Потому что она идет с другом. Конечно. Если с другом вышел в путь, веселее дорога. Веселее дорога, да. Просто она действительно не одна, эта девушка. Она вот с другом идет. Это самый популярный ответ. Возвращайтесь к вашим командам. Продолжим разговор с командой создателей. Так, был вопрос. Почему девушка не боится идти ночью через парк? Дина. Ходите по ночам через парк? Нет. Правильно. Вот поэтому затрудняюсь ответить. Я сейчас подумаю. Ну, наверняка ее встречают. Не одна. Мне кажется, что это вот... Это то же самое. Ну, значит, она при себе имеет какое-то средство обороны. Например? Собака. Газовый баллончик. Собака. Собака. Ну, это разные вещи. Я сейчас выберу. Собака с газовым баллончиком. Собака на газу. Значит, она идет с собакой. Собакой она идет. Да. То есть она... Это опять не одна. Ну, мне кажется, не одна. Это имелся в виду человек всегда. Все-таки. А собака это... Ну, давайте проверим. Что мы... Давайте, давайте, конечно. Она с собакой. Есть такой ответ на табло? Да, с собакой. Собакой. Спасибо. Инна. Инна. Да. Здравствуйте. С телевидением. А я думаю, что она умеет драться. Смелая она. Это разные вещи. Она смелая и не умеет драться, и поэтому идет через парк. Просто глупая. Она не очень смелая, но умеет драться. Я думаю, умеет драться. Умеет поставить за себя. То есть она техничный вот этот... Да, боец. Боец. Да. Спортсмен в парках. Спортсмен-боец она. Да, да, да. Единоборец она. Вот. Возможно. Единоборец. Есть что-нибудь подобное на табло? Да, она боксер, борец, тяжелоатлет. Игорь. Я думаю, что вариант, который сейчас звучал, она бесстрашная. А, ну то есть она не боится идти ночью через парк, потому что вообще она ничего не боится. Бесстрашная. Это клиническое состояние. Ничего не боится. Есть такая бесстрашная у нас? Есть такая? Нет. Первая. После третьей я у соперников. Денис? Она не боится идти ночью через парк, да? Почему? Да. Ну, потому что она в шапке-невидимке, например. Я сразу посмотрел на Дениса. У Дениса не сработало. Не сработало. Вы знаете, что мы вас видим? Да. В шапке-невидимке. В шапке-невидимке, да. Есть что-нибудь подобное на табло? Второе пробное. После третьего я у соперников. Андрей? Может быть, парк освещен просто? А, почему вы себе представляли действительно какой-то ночной парк, где темно? Да. И за каждым кустом ей готово стало дома. Нет? Все не так страшно. Это освещенный парк. Освещенный парк. Можно проверяем, да? Да, да, да. Освещенный парк. Есть что-нибудь подобное? Да, хорошо, освещенный парк. Там не только этой девушке не страшно. Там и нам, обычным людям, было бы не страшно, Дина. Ну, в парке много народу. Может, какой-то праздник там как-то. Может, какие-то люди гуляют. Там, да, сделано в освещении. Там не очень хорошо все освещено. Там тусовка. Там толпа народу. Совершенно не страшно. Много людей. Много людей. Проверяем, да? Есть такая версия на табло? Слушайте, они открывают-открывают табло. Пока два промаха. Инна, сейчас третий промах. Я ухожу к сопернику. Хорошо. Давайте. У меня есть только один вариант. Она умеет быстро бегать. Девушка не боится идти ночью через парк. Не потому, что она крепыш-здоровяк, владеющий единоборствами. Да, просто быстро бегает. Она просто... Кто это? Да, и только пыль. Быстро бегает. Третий промаха. Близ-запрос для команды 12 месяцев. Сейчас сделай серьезное. 122 очка в розыгрышу. Дмитрий. Вот смешники нам в помощь. Какой ужас. Дмитрий. Почему девушка не боится идти ночью через парк? Может, она ищет жертву и... Она маньяк и ничего не боится. Маньяк, потому что ее надо бояться. Такие колокольные. Родион. Ну, мы тут тоже, опять же, долго обсуждали. Дорогое кино совсем, да. И решили, что единственный вариант остается, наверное. Вот уже выбрали хорошо освещен парк с собакой. Она боксер, очень много людей и не одна. И к тому же у нее в сумке оружие. Супер. Вооружена. Да. Я тоже хотел сказать оружие. Мы, 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 да, мы хотим. Но скажу, видимо, не оружие. Потому что она с родителями. Ну, это не одна, но да. Ну, это не одна, да. Это втроем. Денис. Я хочу обратить внимание, что все, что здесь открыли, подходит под описание женщины-полицейского. Поэтому, во-первых, полицейские никогда не ходят по одиночке. Много людей. Они с собакой, они занимаются боксом. А питают только освещенных. И, как правило, хорошо. Ходят в освещенных местах, где много людей. Итак. Я хочу взять на себя ответственность. А у вас есть ваша собственная версия? Она есть, и она уже была озвучена. Какая? Эта женщина идет с оружием. Или с пистолетом, или с газовым баллончиком. Но мы это все в общую скорку. Оружие? Оружие. То есть она вооруженная девушка? Да. Хорошо. Барабанная дробь. Вооруженная девушка. Есть ли оружие на табло? Да, она вооружена. И 142 очка. 142 очка. Общая сумма 162. Они пользуются нашими версиями. Конечно. В этом весьма. А мы не слышали. Нет, они молодцы. Они внимательно. На самом деле, конечно, они внимательно все слушают. Это правильно. 162.0. Нажет тренингра. Приготовились. Вылетели. Трана игра. Правила те же. Но каждый очко заработан участниками команды будет вращаться в 3 рубля. Я жду игроков третих участников команд. Прошу вас, Иван. Прошу вас, Дина. Вам аплодисменты. Идите сюда. Схватился за Дину. Вопрос. Что водитель автомобиля всегда видит перед собой? И первый оказался Дина. А ну так. Так. Перед собой. Да. Дорогу. Неплохо. Ну, может быть, так люди отвечали на улице. Вполне. Дорогу. Есть такой вариант ответа? Да, но это не самый популярный ответ. Иван, что еще могли сказать люди? Что водитель автомобиля всегда видит перед собой? Такая детская загадка. Думаю, что машины. Ну, может быть. Может быть, такой ответ. Машины, какие-то другие автомобили. Есть такой ответ? Да, есть. Но этот ответ не настолько популярный. Возвращайтесь к вашему команду. Продолжим разговор с командой создателей. Что водитель автомобиля всегда видит перед собой? Инна. Уже придумала. А ну. Светофор. Светофор всегда? Да. Ну, проверим. Светофор есть на табло? Нет. Первый промок. Игорь. Ну, не буду шутить больше. Руль. Это неплохо. Да. Это попроще и очевидно. Руль. Есть на табло? Да, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Один человек согласен. А Денис? Да. Ну, разумеется, лобовое стекло. Вот. Есть талантовые люди, они талантливы во всем. Правда. Правда. Это самый популярный ответ. Так, короче, нам просто. Ну, да. Действительно. 31 шаг, так сказал. Мы продолжаем с Андреем. Был вопрос, что водитель автомобиля всегда видит перед собой. Ну, кроме лобового стекла, дороги, руля, машины. Машины. Цель. Что это? Цель. А у него машина с пулеметом, что ли? Нет. Какая цель? Ну, видит цель. Он же движется куда-то, значит, должен куда-то приехать. Иду за тобой. Иду за тобой, да. Ну, хорошо. Цель какая-то. Есть у нас цель? Нет. Мы тут бесцельно проводим время. Дина. Ответственность-то какая? Огромная. Сейчас уйду к артистам. К другим, да? Сейчас уйду к артистам. Так. Что он может видеть? Действительно. Ну, пешеходов, но это не постоянно. Торпеда, спидометр, что ли? Нет. Спидометр тоже очень логично. Ну. Так. Скажите хоть как-нибудь. Не буду вам мешать, Дина. Ну, что вы. Ну, давайте пешеходов. Пешеходы. Пешеходы, да. Два промаха, да? После третьего я у соперников. Да. Пешеходы. Пешеходы. Пешеходы есть на табло? Расстаются друзья. Блиц-опрос для команды 12 месяцев. Дмитрий. Да. А, извините. Что водитель автомобиля всегда видит перед собой? Спидометр. Это что-то говорилось уже, по-моему, у соперников. Ротион. А, да, да, да. Вот. Руки. Руки. Иван. Ибо. Знаете, я подумал, что может быть женщина, как может женщина ответить на этот вопрос. Я подумал, что может быть свои украшения на руках. Кольца. А, на самом деле, я сколько раз видел на светофоре где-нибудь стоит автомобиль, в нем сидит девушка и занимается там подкрашиванием чего-то. Меня это так пугает всегда. Меня тоже, поверьте. Сейчас поедем, это кисточкой из глаза вынимать. Ужас. Это ужас. Денис. Я считаю, что настоящий водитель должен видеть, где женщина. Женатый человек. Родился ребенок. Видит. Видит. Видит женщину. Какую-то женщину. А как не заметить красивую женщину? А если она женщина? Всегда видит перед собой. Женщина тоже может видеть женщину. Юль, смотрите. Нужно вспомнить все, что говорили участники команды. Если вам что-то нравится. Понравился вам какой-то вариант? Нет. Почему? Ни один вариант вам не понравился. Руки, кольца, что? Нет, пожалуйста, вы можете подсказать. Мне очень... Нет, а как насчет горизонта? Это очень заумно. Очень заумно. Остались непопулярные ответы. Просто это непопулярные. Горизонт. Руки. Не зеркало. Не горизонт, да? Зеркало заднего вида. Отличный вариант. Руки, ноги. Давайте оставим, может быть, примитивный, но... Давайте оставим это все, правда. Давайте. Уйдем. Но зеркало заднего вида всегда видит перед собой водитель. Во всяком случае, он должен это периодически делать. Все. Все. Мы принимаем ответ. Зеркало заднего вида. Потому что оно на самом деле в этом весь казус висит впереди, да, и хоть и называется заднего вида. На самом деле, если бы вы сказали... Все. Руки, да? Ничего не можем изменить. Я думала о руке. Если бы вы настаивали на версии, которую предложил тоже Родион. Спидометр. Приборы. А до этого этот спидометр придумал Денис. Но никто в команде соперников его с этим спидометром не поддержал. Вот если вы сказали спидометр, то откройте, пожалуйста. Почему? Послушайте, тут радоваться нечему, потому что спидометр это версия, которая гуляла, но как бы никто и, в общем, да, и... Я напоминаю, что версия команды 12 месяцев, капитана команды Юли. Что вы сказали? Зеркало заднего вида, да. Давайте посмотрим, что же все-таки на шестой строке. Откройте нам шестую строчку. Удивительный рядом. И общий счет команды 12 месяцев. 390 очков. Мне не вовко об этом сказать. 390-ной. Друзья мои, нас ждет игра наоборот. Последний помощь. Последний помощь. Мы в полиции. Игра наоборот. Я напоминаю правила. Я задам вопрос за 20 секунд совместными усилиями командно. Игрокам нужно будет обнаружено табло один из шести популярных ответов. Желательно угадать, конечно, шестой по популярности. Можно максимально в этой игре заработать 240 очков. Ну, то есть вы лидеров уже не догоните. Но будет хоть красиво как-то. Я вам это желаю. Угадав самый популярный ответ, можно заработать всего 15 очков. Это мало. Вопрос, который мы задавали люди на улице, звучал так. У какого кондитерского изделия французское название? Время. Время стихло и про ответ у команды создателей. Был вопрос, у какого кондитерского изделия? Французское название Денис. А, да. Да. Попытка угадать шестой по популярности ответ. Профитроль. Профитроль. Да. Хорошо. Профитроль. Ваша версия, Юль. Мы думаем, что бриошь. Это самый наименее популярный ответ. Самый наименее популярный. А что это такое? Расскажите-ка нам, пожалуйста. Что это такое, бриошь? А вы нам вначале расскажете про профитроль. Нет, ну профитроль понятно. Это такие маленькие эклерчики такие. Это моя очень любимая вкусность. А правда, бриошь, что такое? Как это можно описать? Я знаю, есть булочки-бриошь какие-то. Булочки. Вот, булочки-бриошь, мы думали. Все знают. Значит, у нас бриошь против профитролей. Такая битва титанов. Самый популярный ответ на верхней строке. Верхняя строка. Эклер. Пятнадцать очков можно заработать. Не густо. На втором месте знаменитый десерт. Легко готовится. Взбивается белок. Добавляется сахар. Можно что-нибудь еще. Безе. 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 Да, безе. Вторая строка и там. И там безе можно заработать. Тристочков. Да, чуть-чуть. Не так говорили. Невозможно себе представить парижское утро. Круассан. 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 Прекрасно. Третья строка и там. И там он прекраснейший. Круассан. 60 очков можно было заработать. Но мы все-таки ждем, где появятся профитроли и... Бриош. И Бриош. Да. Появятся ли. Появятся ли. На четвертой строке, по мнению опрошенных нами людей, Наполеон. Четвертая строка и там. Наполеон. 120 очков можно... Смотрите. Мы очень рассчитываем на то, что версия участников команды все-таки есть на табло. Я напоминаю, что версия команды создателей это профитроль. И Бриош. Неописываемый Бриош. Неописуемый. Почему булочка очень вкусная с корицей? Булочка очень вкусная. Булочка с корицей? Да. А ваниль там есть? Нет. Только корица? Булочка с корицей? Да. Ваниль по вкусу. Спасибо большое. Мы их ждем. Ждем их. Но 390 у команды 12 месяцев, поэтому, в общем, ничто им не угрожает. Пятая строка и там. Суфле. Я думаю, что это тоже французский. Ну, слово-то явно французское. А вот теперь барабанная дробь. Я думаю, что пролетели мы как фанеры над Парижем, ребята. Ну, на самом деле, вы все равно лидеры, и вам, правда, ну, есть, нет, неважно. Красиво пролетели. А что еще может быть? Правда, какие еще были версии? Вот если не Бриош. Брюле. Крем-брюле. Брюле. Крем. Забавно то, что на шестой строке, шестая строка. Крем-брюле. И неразыгранные очки. Счет остался неизменным. 390-0. Лидеры. Команда 12 месяцев. И ноль у создателей. Дальше. Ну, просто потому что я рядом с ними стою. Забавно то, что если бы у нас в табло было 8 строк, на седьмой был бы ответ «Профитроль» и на восьмом «Бриош». Ну, угадали. То есть, не, молодцы, потому что это седьмая и восьмая строчка. Аплодисменты всем. А большая игра с командой «12 месяцев» полетели. Родион Иван. Прежде всего, нужно выяснить, с кем мы начнем большую игру, а кто присоединится позже. Тому, кто уйдет на диван, потом вернется, ему значительно сложнее будет. Ваня, ты первый. Кто жертва? Ты не веришь в меня? Ваня, ты первый. Кто из вас будет жертвой? Ты как себя чувствуешь? Я готов вынести вот эту роль жертвой. Вынесет все. И широкую, ясную. Идти сейчас на диван, а тебя оставят здесь. Грудью проложат дорогу себе. А я тоже хотел туда. Я понимаю, поэтому я первый предложил. Давайте я начинаю до трех, и кто-то из вас уйдет просто. Мы решили. Команда, отлично. Раз, два, три. С кем мы прощаемся-то? Вам аплодисменты, Родион. Прошу вас вот на диван. Иван, вам напомню. Вам всеми с Родионом нужно будет набрать 200 очков вашими ответами. Если это удастся, команда станет обладателем главного приза 50 тысяч рублей. Притом забавно и приятно то, что когда мы будем проверять ответы, то мы сразу при проверке первого вашего ответа прибавим вам 20 очков. Это подарок от программы в честь нашего 20-летнего юбилея. Тут лицо доброе должно быть. Сразу прибавить. Сразу, сразу. Вот так мы поступим. Иван. Да. Иван. 15 секунд. Готовы? Да. Тишина. Поехали. Что школьники делают на перемене? Играй. Какой сувенир турист привез из Индии? Дальше. Что пристраивают к дому? Пристрой. Кто самый знаменитый обладатель УСОВ? Боярский. Господи. Время истекло. Мы успели задать вам только 4 вопроса. Иван. Давайте еще раз. Это вырежем. Нет. Нет. Мы очень часто вырезаем в кино. Я знаю. Зато мы 20 очков вам подарим. Правда? Хорошо. Иван. Пойдемте проверять ваши ответы. Пойдемте со мной. Пойдемте. Иван. Вы помните, да, что даже если вы не наберете ни одного очка, что вполне вероятно, у вас будет 20 очков. Это как-то хорошо уже. Итак, первый вопрос был. Что школьники делают на перемене? Вы сказали. Играют. Играют. Сколько человек ответил так же? Плюс 20. О, то есть 20 человек ответил так же, как и вы. И мы еще 20 очков добавили. 40 очков у вас уже есть. Это хороший результат. Очень. Потому что вам в итоге нужно набрать 200. А у вас уже 40 есть. Это прилично. Второй вопрос. Ну, дальше было хуже. Безнадежно. Второй вопрос. Какой сувенир турист привез из Индии? Что так на вас произвело сильное впечатление? Замкнуло. Сувенир Индия. Стоп. Замкнуло. С криком дальше. Ну, вы сказали. Может быть, так люди на улице. Представляете, мы людей на улицах опрашивали. Скажем. Сто человек. И может, некоторые в истерике кричали. Дальше. И убегали. Дальше сказали вы. Ну, хоть один человек может быть. Сейчас проверим. Нет, так не было. Не было. Третье вопрос. Что при... Это такая же катастрофа, как и дальше. Что пристраивают к дому? Спросили мы. И вы сказали... Пристрой. Пристрой? Пристрой. Нет, говорят пристройка. Ну, бывает такое. Пристрой. Пристрой тоже говорят? Если он мужчина. Если вы в деревню съездите в любую. Так. Там говорят пристрой. Не какая-то пристройка, а настоящий... Пристрой. Крепкий пристрой. Понятно. Или... Ну, у нас слабослышащие редакторы. Они написали пристройку. Нет, пристройка не смотрят. Даже не читай. Я думаю, что вам так будет лучше. Еще плюс 20. Ну, не плюс 20, но так мне кажется. Сколько человек ответил так же? 19. Ого! Поэтому не будем спорить. 19 человек осталось сказали пристройка. Ну, что делать? Четвертый вопрос. Потому что пятый, вы же не отвечали на пятый. Четвертый вопрос. Кто самый знаменитый обладатель усов? Тут была чата-то мимики жеста. Пантомива. И вы сказали... Боярский. Боярский. Михаил Сергеевич. У него знаменитые усы. Это правда. Сколько человек ответил так же? 21 человек. У вас уже 80 очков. Просто любопытство ради, Иван. Мы не сможем вам ни одного очка давать. Но если бы вы отвечали на вопрос. Чем рисует ребенок? Вы бы что сказали? Фломастером. Да, было бы здорово. Правда. Было бы очень хорошо. Но вы не успели ответить на этот вопрос. Поэтому вам аплодисменты. Возвращайтесь к... Иван, возвращайтесь к вашей команде. Спасибо. Большая игра продолжается. Большая игра. Верните же нам Родиона. Родион, идите сюда. Иван успел ответить только на 4 вопроса. Программа сейчас закончится. Правда, мы не успеем. Иван успел ответить на 4 вопроса. Из 5 это плохо. Вы будете отвечать на те же самые вопросы, на которые отвечал Иван. Неожиданно можете услышать вот такой звуковой сигнал. И это означает, что ваш ответ совпал с ответом Ивана. Это плохо по правилам нашей игры. Вам нужно быстро, не раздумывая, предлагать другой вариант ответа на тот же самый вопрос. Родион. Концентрация. Есть. Поехали. Что школьники делают на перемене? Псалки играют. Какой сувенир турист привез из Индии? Слона. Что пристраивают к дому? Баню. Кто самый знаменитый обладатель усов? Боярский. Дали. Чем рисует ребенок? Красками. Хорошо. Уложились 20 секунд. Проверяем ответы. Родион, я просто хочу... Ну, то есть мы с большой симпатикой к Ивану вместе с вами относимся. Конечно. Но из 80 набранных им очков, 20 это то, что мы презентовали от программы. Он набрал 60, еще мы 20 добавили. Это не меняет наше отношение к Ивану, но просто, чтобы вы знали. Родион. Вам нужно добрать 120 очков. Проверяем. Первый вопрос был. Что школьники делают на перемене? Вы что сказали? Играют в салки. Я поясню, играют вообще, играют в салки, ответы разные. Потому что играют общий ответ без уточнения, салки это конкретный ответ. У нас в этой игре мы пытаемся оценить, сколько людей дали именно такой конкретный ответ. Поэтому это разные вещи, никого бу-бум не было. Салки сказали вы и с вами согласилось. 7 человек, сумма 87. А сейчас догадайтесь, какой самый популярный ответ. Списывают, нет. Бегают, так сказали, 26 человек. На втором месте был ответ, едят, так сказали, 23 человека. Второй вопрос. Какой сувенир турист привез из Индии? Как вы себе представляете этот сувенир? Ну, нужно было быстро отвечать. И я подумал, на самом деле, о маленьком слоне. Ну, индийские слоны, они меньше, чем африканские. Поэтому, в принципе, легче. Это правда. Двести слона. Слона сказали вы и с вами согласилась. Ноль такого варианта не было. Самый популярный ответ довольно общий. Украшение. 28 человек, так сказали. И платок, так сказали, 24 человека. Третий вопрос. Что пристраивают к дому? Это безусловная ошибка. Пристраивать к дому баню не стоит. Ну, правда. Просто по... Ну, вообще-то, она должна отдельно стоять. С соображением пожарной безопасности. Это правда. Вы сказали баню. С вами согласилась. 12 человек. И сумма уже 99 очков. Четвертый вопрос. Кто самый знаменитый обладатель усов? Ну, почему-то Михаил Сергеевич Боярский сразу приходил на ум и Ивану, и вам. А в итоге вам пришлось назвать? Дали. Дали, конечно. У них были шикарные усы. Огромные. Дали. Сколько человек ответил так же? 9. Да, 9 всего. 9 человек. Сумма 108. Негусто. На втором месте был ответ Чаплин. Чаплин. Чарльз Спенсер. 23 человек так ответили. И самый популярный ответ. Генералиссимус Сталин. Так ответило 25 человек. И, наконец, пятый вопрос. Чем рисует ребенок, спросили мы. И вы сказали что? Красками. Вы знаете, когда мы с Иваном проверяли, ну, мы не могли уже никакие очки добавить. Мы проверяли, как бы он ответил на пятый вопрос. Он сказал фломастерами. Если бы это был ваш ответ, вы заработали 32 очка. На втором месте ответ карандашами. 28 человек так сказали. Вы сказали красками. И с вами согласилось? 18 человек. Сумма 126. Тем не менее, отличная игра была. Спасибо большое. Большое спасибо всей команде 12 месяцев. Большое спасибо создателям. Всего доброго. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...